Телекомпания «Вид» представляет. Добрый вечер, здравствуйте. Сегодня поговорим о деньгах. Специалисты утверждают, что для России в ее теперешних условиях нормальная ставка рефинансирования Центрального банка где-то в районе 15-20%. Тогда есть надежда на устойчивое экономическое развитие и порядок на фондовых рынках. Если сравнивать это с температурой, давайте представим. Итак, нормальная температура государственного тела 15-20 градусов. Сегодня она 50. Налицо серьезная болезнь. По крайней мере, воспаление налицо. И до того, как собрался консилиум, поговорим сегодня с одним из врачей. Сегодня час пик для Александра Лившица. Добрый вечер, Александр Яковлевич. Александр Лившиц, 51 год. Окончил Московский институт народного хозяйства имени Плеханова по специальности экономическая кибернетика. Доктор экономических наук, профессор. 18 лет преподавал в Московском станкоинструментальном институте. Опубликовал около 150 работ, в том числе 6 монографий. Автор одного из первых учебников по рыночной экономике. С 1994 года помощник президента России по экономическим вопросам. Именно его многие считали серым кардиналом после кайдаровской экономики. После победы Ельцина на президентских выборах был назначен вице-премьером и министром финансов. Сбор налогов проводил под лозунгом «Надо делиться». Делиться, правда, никто не хотел. В марте 1997 Александр Лившиц назначен заместителем руководителя администрации президента России. Женат. У него две дочери и внучка. В 18 мая совсем недавно вы и вице-премьер Кристенко на пресс-конференции, по-моему, утверждали, что со ставкой и рефинансированием будет все в порядке. Вы, господа, проспали кризис? Нет. Это было примерно в 4 часа дня. Кончилась пресс-конференция, ко мне подошли с камерой. Как со ставкой и рефинансированием? Я ответил, что ставка сейчас уже не обсуждается. Из этого сделали вывод, что либо врет, либо не понимает, чем дело. На самом деле уже не обсуждается по той причине, что обсуждать было нечего, ибо в воскресенье уже было все решено. Вот недавно в своем выступлении человек, которого я очень уважаю, вот Лацис, произносит. Страну ждет или девальвация рубля, или какой-то крупный государственный иностранный заем. Можно ли констатировать, что в стране разразился финансовый кризис? Я бы не стал говорить, что разразился финансовый кризис, поскольку финансовый кризис очень объемный, он должен охватить все. Разразился, да, действительно, кризис финансового рынка. Это не одно и то же. То есть рынка, где происходит купли-продажи ценных бумаг и валют, тут действительно есть кризисное явление. Как это связано, с вашей точки зрения, с тем, что происходит сейчас? Забастовки шахтеров, рельсовая война, выход учителей, медиков, возможности, даже и такие призывы были слышны, рельсовые блокады столицы. Да, это действительно связано. В корне всех этих процессов лежит всего лишь одно. Но это слабый бюджет, который в очередной раз оказался нереальным, невыполнимым. Это вызывает естественное напряжение у тех, кто получает из него деньги. Когда люди начинают возмущаться, а достаточно нервные иностранные инвесторы наблюдают это, они считают, что ситуация не очень стабильна, начинают пугаться. Выводить деньги, мы получаем все, что мы имеем. Давайте поговорим об игроках на финансовом рынке. Существуют версии причин происходящего. Одна из них – это финансовые структуры, стоящие за спиной нефтяных, газовых, ресурсных корпораций. Им выгодна слабая валюта внутри государства, поскольку тогда повышается рентабельность их экспортных операций. И поэтому нет ли здесь заговора, как говорят в вашей среде, заговора этих структур, которым выгодно девальвировать национальную валюту? Действительно существует некая неформальная общность. Несколько лет назад мне пришлось также на ходу придумать ей название. Я назвал это «Партией падающего рубля». Такое красивое слово пришло. Такие партии есть практически во всех разбирающихся странах. Но это партия недалеких людей, и я не думаю, что девальвация нужна даже тем, кто много экспортирует. Прямой эффект вы назвали. Да, действительно, это всегда приятно для экспортеров. Но побочные эффекты, разрушающие финансовую и денежную систему, настолько тяжелы, что так всерьез в девальвации… Ну, эти игроки азартные. Мы помним формулировку Маркса, что наступает с капитализмом тогда, когда пахнет стопроцентной прибылью. Да вот тут не очень пахнет, хотя бы немножко в перспективе. Люди это азартные, но люди это очень умные. Я не думаю, что здесь надо искать какой-то заговор. Хорошо. Еще одно событие, на пороге которого мы стоим, продажа госпакета акций Роснефти. Естественно, с падением финансового рынка падает цена этих бумаг тоже. Это приятно для потенциальных покупателей, не так ли? Ну, наверное. Но по Роснефти совершенно ясно, что конкурс должен быть проведен. Рубикон должен быть перейден. Роснефть слишком долго готовилась. Мы выдержали тяжелое давление с разных сторон. Но то, что объявлено, и стартовая цена, и условия, все это будет выполнено в полном объеме. То есть правительство стоит на этой цене, хотя многие потенциальные покупатели недовольны, говорят, что это слишком высокое. Да, я знаю, но покупатель всегда недоволен. Ему всегда кажется, что ему хотят что-то отдать слишком долго. Хорошо, а теперь о самом главном. До смены правительства Черномырдина у всех, ну, по крайней мере, у людей, которые не занимаются этой сферой, было ощущение, что этот год сулит, если не финансовый подъем, то, по крайней мере, финансовую и промышленную стабилизацию. Что прекратится спад и, может быть, даже будет некий экономический рост. Как вы думаете, то, что происходит вчера, сегодня, завтра, оставляет ли надежды на это? Ну, прежде всего, я хочу сказать, что не относился вот к такой группе людей. Наоборот, у меня были всегда гораздо более реалистические оценки. И здесь у нас были постоянные дискуссии. Я не думаю, что в этом году может быть эффективный экономический рост. Я не вижу для этого основания. Спасибо за ответ. А вот что думают по этому поводу от Лацис. Я уже приводил его высказывание. Еще одна цитата. Следовало бы серьезно обсудить, сохраняются ли еще шансы на экономический рост в текущем году. И нужно ли к этому стремиться. Может быть, рост возможен, но лишь ценой обесценивания рубля. Может быть, рост в близком будущем невозможен ни при каких обстоятельствах. А может случиться и так, что нереалистичный курс рубля приведет к обвалу со всех сторон. И девальвацию придется провести. И роста в скором времени не будет. Отто Лацис. Ну, прям как в русской сказке. Куда ни пойди, все плохо. Да, да, да. Три пути у богатыря, у России. Я могу сделать какие-то предположения. Убежден, что девальвация не будет. Она недопустима ни при каких условиях. Рост, как говорится, тоже нам не грозит. Во всяком случае, эффективный рост, которого мы все ждем. Ситуация на финансовых рынках, по нашим оценкам, в ближайшую неделю будет получше. Котировки, цены акций повысятся. Я имею в виду, прежде всего, госбумаг. И, наверное, предстоит провести последние, оставшиеся и наиболее тяжелые реформы. На это уйдет год. Ну, оставим темы финансового рынка. Я думаю, для громадного большинства вас, тех, кто смотрит нас сейчас в эфире общественно-российского телевидения, эта тема все-таки далекая. У нас есть звонок от нормального человека. Слушаем вас. Город Москва. Фамилия моя Кирсанова Лидия Васильевна. Здравствуйте, Лидия Васильевна. Я хотела бы спросить у господина Лившица. Ожидается ли замораживание вкладов в сберегательном банке? Вот что волнует людей. Не волнует их фондовый рынок. Отвечаю, никаких замораживаний вкладов ни в сберегательном, ни в каком бы то ни было еще банке не ожидается и не будет. А вот тогда такой вопрос. Не так давно руководитель счетной палаты, господин Кормоков, предложил заморозить долги по выплатам процентов по государственным обязательствам коммерческим банкам. Если эта мера будет воспринята правительством, а может быть, не дай бог принято, то это не сможет не ударить по всей финансовой системе. Я хочу сказать совершенно однозначно, конечно, у господина Кормокова может быть свое мнение, и он, безусловно, вправе его высказывать. Но ничего подобного не будет. По самой простой причине, значит, летальный исход просто мгновенный, с ударом уже по гражданам в полном объеме. Вот это просто, об этом даже речь не идет. Это делать нельзя, это безумно. Хорошо, если бы у господина Кормокова был случай ответить на аналогичный вопрос нашего зрителя, он, наверное, тоже сумняшись и сказал бы, нет, что вы, никаких замораживаний, вкладов в Сбербанке не будет. Мы просто заморозим проценты, обязательства государства в коммерческих банках, причем здесь люди. Давайте проследим эту цепочку, чтобы было понятно, и господину Кормокову тоже. Да нет, но я полагаю, что тут дело может быть не в этом, может быть, есть какие-то свои аргументы. Но представим себе на минуту вот эту невероятную картину, когда приходит день платежа, и государство в лице правительства объявляет банку. Вы знаете, вот с деньгами плоховато, вы немножко подождите. Об этом сразу узнают. Это называется неплатежеспособность государства. То есть это не... Вот здесь вы можете остановиться. И тогда банки выходят на рельсы. Правильно я предположил. Я думаю, что... Когда неплатежеспособность шахты, шахтеры выходят на рельсы. Нет, я думаю, сначала в каждом банке возьмут по банке. Потому что горе настолько будет тяжелым, что рельсы это уже последняя стадия. После банки на рельсы. То есть будет еще хуже, чем просто рельсы. Ну, это катастрофа. Понятно. Слово исчерпывает совершенно. Катастрофа. Как вам кажется, то, что Центральный банк, Дубинин, не девальвировал в этой ситуации рубль. Не значит ли это то, что повысив ставку рефинансирования... Мы опять, к сожалению, отходим от проблем близких большинству зрителей. Но поверьте, эта тема, которую мы сейчас будем обсуждать, очень важна. Не значит ли это, что Центральный банк повесил отдаленные последствия, впрочем, не столь отдаленные последствия, повышения ставки на правительство? Да, повесил. Ну, понимаете... Это испытание Дубининым Кириенко? Это неизбежные последствия нормального решения. Дело в том, что когда действительно... Я не думаю, что Сергей Кириенко искренне считает, что это нормальное решение. Я уверен, что он именно так и считает, тем более, что я с ним сегодня это обсуждал. Ага, расскажите об этом разговоре. Я сначала отвечу на ваш вопрос. Дело в том, что когда действительно воспаление экономического и финансового организма, о котором вы так остроумно заметили, то методы лечения не могут быть абсолютно положительными. То есть, если ты принимаешь радикальные решения, а Центробанк принял единственное верное, спасать нужно главное рубль. Отдать в почки, может? Да, происходит вот этот побочный эффект. Иного не бывает. К сожалению, так и получилось. А ноги не отнимутся от финансового лечения такого? Ну, постараемся сделать так, чтобы до того времени, когда это подойдет к ногам, их натренировать как следующее. А теперь как экс-советник президента и ныне заместитель руководителя администрации. Скажите, с точки зрения государственного человека такого уровня, как ваш, то, что происходит сейчас с шахтерами, и то, что происходит сейчас на финансовом рынке, по масштабам неприятного для руководства страны, как соотносится? Да, пожалуй, одинаково. 50 на 50? Можно так сказать. Я бы хотел заметить, что такого рода неприятные процессы на финансовом рынке, они за последнее время третий раунд. Один был в осенью, в конце осени, второй в январе, третий сейчас. Два раза мы справлялись, справимся и сейчас. Но выход из этой ситуации, он всегда сопровождается определенным ущербом. То есть, какими-то потерями. Вот очень просто. Пути выхода из этого финансового кризиса могут затронуть интересы тех людей, которые задают вопросы про Сбербанк. Что вы им скажете? Шахтерам, медикам, учителям, от того, что сейчас делает Дубинин, сейчас будет делать Киренко, станет хуже? Да нет, почему же? Завтра заседание правительства. Насколько мне известно, завтра будет рассматриваться целая программа мер по привлечению доходов. Прокомментируйте, пожалуйста, в этой связи указ президента по поводу ситуации с шахтерами. Да, был такой указ, я присутствовал, когда было большое совещание. Мы продумали идеологию указа, указ был подготовлен и подписан. Все были с ним согласны, профсоюзные деятели, директора, все, правительство, мы. После чего, как у нас, к сожалению, есть такая традиция, указ вышел, проблемы нет. Потому что следуют другие проблемы, другие указы. Сегодня президент совершенно справедливо сказал, что можно было бы многого избежать, если бы этот указ начали выполнять на следующий день после подписания. Но я могу сказать, что именно сегодня вот его реальное выполнение, в смысле просто денежных потоков в угольные регионы началось. То есть, вчера мы не видели по отчетам Минфина каких-то перемещений денег туда, сегодня они будут. Точнее, уже прошли. Вот мне сейчас сообщают, недаром вот эта черная штучка у меня, что есть еще один телефонный звонок, но я прошу дать телефонный звонок, который относится к, связан с ситуацией с шахтерами, пожалуйста. Алло, у меня такой вопрос. Что дороже содержать шахтеров и пользоваться очень дорогим углем или покрывать убытки от блокирования железных дорог? Ну, так, навскидку я не скажу. Я скажу лишь то, что тяжелые проблемы с шахтерами есть в любой стране, где они существуют. Тем более в России, если мучилась Англия, где примерно одинаковые природные условия и так далее, то в России, где есть и Воркута, и все на свете, проблем значительно больше. Просто так сказать им, ваш уголь дорогой, мы лучше купим где-нибудь, до свидания, ищите себе место. Так никто не собирается делать. Это живые люди. Они родились в этих местах, и прежде чем их не обеспечишь, ничего там закрывать нельзя. Ну, наверное, надо вспомнить, что северные шахты вообще создавались в расчете на дармовую рабочую силу, на заключенных. На зэков, безусловно. И вот эта зона, она ведь не только там. Она и на севере, и на востоке, и в Приморье, где угодно. Я имею в виду, в кавычках, конечно, то, что планировалось прежними властями по такому принципу. Плохо им, перемрут, привезем эшелон других. Но проблема-то осталась для нас, и решать ее довольно сложно. Если бы я работал на шахте, одним из первых вопросов к власти был бы, ну как же так, ребята? Вы отчитываетесь. Вы собрали налогов в январе и феврале даже больше, чем рассчитывали. Где мои деньги? Да, правомерный вопрос. Первая причина всех наших проблем в низких доходах бюджета, и прежде всего, в неудовлетворительном поступлении налогов, в апреле... Секунду, говорили, что январь, февраль перевыполнили план по налогам? В январе, феврале действительно было получше, чем в прошлом году, а в апреле налоги в федеральный бюджет пришли меньше, чем в прошлом году. Куда ж тут дальше? Я вообще сторонник того, что те, кто отвечает за финансы, должны почаще говорить правду. Это дело не только в том, что это прилично, дело в том, что это очень эффективно. Когда инвестор чувствует, что ему что-то навешивают на уши, и он знает, что на самом деле доходы хуже, а ему говорят, что все планы перевыполняются, он начинает беспокоиться и уводит деньги. Лучше уж говорить, что есть. Так, надежнее. Последний вопрос, доктор. Когда температура упадет до 30? Ваш прогноз? На самом деле 30, как вы сами заметили, это тоже еще температура не здоровая. Но это уже ремиссия. Можно надеяться, что снижение будет на ближайшие недели. В пределах пары месяцев мы должны дойти до ставки в 30. Но повторю, 30 не даст простора для роста. 30 это не рост. Тогда продолжите прогноз. Опасаюсь. Не знаю, что будет с бюджетом. Если с бюджетом будет так же, то останемся на этом уровне. Спасибо за честный ответ. Это был Александр Яковлевич Левшиц. Всего доброго. Телекомпания «Ивид» по заказу ОРТ. Субтитры подогнал «Симон»